всех приветствую себя на канале сегодня у меня будет видео о всей моей коллекции раскрасок это видео у меня уже очень давно просили записать мои подписчики я вот решила когда исполнится ровно год моему каналу сделать такое видео и заодно посмотрю с вами сколько же у меня за этот год с ноября 2022 года накопилось раскрасок потому что на тот момент когда я начала вести свой канал у меня в коллекции было совсем их немного буквально наверно штучек 5-6 поэтому как вы понимаете вся основная моя коллекция собралась за этот год хочу сразу предупредить что в моей коллекции нет ни одной раскраски по номерам нет спиральных раскрасок раскрасок с мандалами с паттернами и тому подобное что ж обзор я своей коллекции начну с раскрасок я выделила в такую их отдельную категорию там находятся китайские японские корейские раскраски начну с раскраски она называется мечты алисы или путешествие по мечте алисы что-то такое раскраска с алиэкспресс у меня на канале есть обзор я еще ее не начинала просто вам покажу здесь открыточки вот уже пошли сами иллюстрации еще пока у меня здесь нет ни одной раскрашенной картинки что-то у меня руки не дошли но сама раскраска мне нравится следующая раскраска также с алиэкспресс она тоже китайская такая здесь есть работа тут ничего особенного давно раскрашивала здесь я начинала русалку и забросила но это вообще частое у меня явление я думаю что в этом убедитесь еще не раз я вообще человек такой знаете наверно больше настроения если у меня в процессе раскрашивания резко пропадает желание я со спокойной совестью оставляю эту иллюстрацию перехожу на что-то другое ну и через какое-то время обязательно возвращаюсь у меня тут что-то еще было вот эта иллюстрация и вроде бы все следующая раскрасочка dream она также была куплена на алиэкспресс она корейская распечатана в китае совсем недавнее мое приобретение в одном из крайних моих видео на канале я показывала эту раскраску следующая раскраска цель экспресс китайская называется на раскрасиваю сказочный мир по моему как то так точно не помню и здесь у меня вроде бы парочка иллюстраций есть раскрашенных хорошая раскраска мне нравится плотная бумага раскраска прошита а вот у меня тут есть незаконченная иллюстрация иллюстрация в основном я использовала сухую пастель но не очень мне нравится что-то со звездами все плохо и еще она должна быть иллюстрация тут классно конечно вот еще вот это следующая китайская раскраска от google им довольно таки известная заказывала я опять же ее на алиэкспресс это первая книга и здесь у меня одна иллюстрация тоже недавно могли ее видеть на моем канале этот эльф так как раскраска акварельная конечно основная часть выполнена акварелью доработка карандашами и и сухой пастелью следующая раскраска сестра предыдущей гу гелия также была куплена на алиэкспресс здесь у меня есть кое-какие начатые иллюстрации но готова только одна вот это вот совсем свеженькая моя работа далее у меня пойдут японские раскраски в основном они все были куплены на японском amazon и эта раскраска про художника мушонка тоже довольно так известная раскраска здесь у меня есть несколько законченных иллюстраций сейчас я найду я извиняюсь я не делала закладки потому что это очень очень долго эта иллюстрация была раскрашена совместно с наташей с канала соу вот такая тоже простая есть иллюстрация тут что-то я уже начала как всегда у меня иллюстрации так эта иллюстрация по-моему была в конце лета раскрашена может в начале осени не помню но относительно недавно и вот такая еще есть следующая японская раскраска называется путешествие по сказкам это тоже самое издательство что и предыдущая раскраска как видите они похожи по формату и здесь у меня только одна а вот тут я начала и бросила ну вы понимаете да это нормально для меня и была вот тут где-то в начале это иллюстрация по сказке белоснежка и семь гномов следующая японская раскраска от комичи то называется фантастический зоопарк люблю эту раскраску мне она очень нравится но раскрашиваю не часто вот такая работа сумасшедшая вот это по моему работа была самая первая в этой раскраске все так просто еще тут какой-то совсем не смелый фон я даже не знаю вам видно на камеру или нет бледно-голубый такой оттенок в общем как-то так так и тут незаконченная иллюстрация такая еще тут работа относительно свежая тут у меня косяк в виде вот этой вот полоски но я очень боюсь эта раскраска на склейке я очень боюсь ее вот так на всю катушку развернуть потому что не хочется чтобы она у меня не развалилась но я предпочитаю оставить так так ослик это тоже одна из первых моих иллюстраций сумасшедший такой фон я решила сделать в поддержку ослику потому что ну вот знаете в моей голове где-то еще с детства заложилось что ослики это обычно какие-то грустные какие-то немного несчастные существа и чтобы общая атмосфера картинки была более такая жизнерадостная я решила ему сделать здесь такой сумасшедший яркий фон сухой пастелью делал фон следующая японская раскраска от Кеном отсюда здесь у меня две иллюстрации тут опять что-то начато вот эта ящерица и вот эта самая первая следующая японская раскраска называется лесные животные и здесь у меня выполнен разворот это он тут в начале был такой разворот следующая японская раскраска из той же серии что и предыдущая она называется подарки животных по-моему как-то так и эта раскраска у меня еще не начата я наверное не буду ее долго листать у меня на канале на эти две раскраски есть отдельный обзор можете посмотреть подробнее следующая японская раскраска от Эри она по легендам и сказкам здесь у меня есть несколько работ вот эта очень давняя помню давно очень не раскрашивала тоже простенькая опять же тут не докрашенная вот такая вот эта работа в основном выполнена панпастелью по-моему еще одна вот эта вот такая летняя следующая японская раскраска ботаническая здесь у меня две иллюстрации раскраска акварельная иллюстрация с лотосами и вот это с нарциссами и остались у меня три корейские раскраски две из них это лесная девочка очень популярная раскраска здесь у меня выполнена вот такая работа и она у меня единственная здесь больше нет ничего еще одна раскраска лесная девочка вот эта свежая иллюстрация это была первая иллюстрация в этой раскраске очень бледная и по-моему все да, больше здесь ничего нет и последняя корейская раскраска в моей коллекции называется осенний кошачий пикник раскраска новая я вам недавно ее показывала и она у меня еще не начата следующие несколько раскрасок которые хочу вам показать будут вот такого небольшого формата решила начать раскрасок от Риты Берман у меня в коллекции от нее всего лишь две раскраски но мне этого вполне достаточно раскраска мир под лупой на земле у меня появилась очень давно здесь работы в основном мои одни из самых первых они очень простые вот например вот это это самый был первый здесь разворот и как вы можете видеть раскрашено все так плоско ярко по детски но несмотря на это разворот мне все таки нравится он получился мультяшным выглядит забавно но как всегда они закончены и есть работа вот такой зайка показывает камеру очень бледно на самом деле или более насыщенные здесь оттенки вот такие две работы еще один разворот эта иллюстрация мне больше нравится неплохо получился а этот разворот тоже был один из первых помню что начала его как только мне пришли с Алиэкспресс карандаши Дели это были мои самые первые более-менее приличные карандаши и на тот момент мне казалось что это просто вау что они шикарные вот такая улитка тоже старенькая иллюстрация это не законченная тут вообще какой-то балаган я расстроилась что тут у меня получился винегрет и забросила и докрашивать теперь я не хочу тут тоже что-то начато вот такая иллюстрация такая иллюстрация это весенняя и еще вот эта и вторая моя раскрасочка 3d berm еще не начатая моя весенняя прогулка все руки как-то не дойдут до нее я наверное ее начну уже весной следующая раскраска немецкая от художницы Crystal Vogels вот с такими гномиками вот такой раскрашивала листопад но листья тут как видите у меня почему-то зеленые эта работа относительно недавно была сделана вот такая еще есть летняя и по-моему все да и еще одна раскраска вот этого же автора с цветочными феями здесь начата работа сделала подложку акварелью эта иллюстрация свеженькая еще вот такая простая работа и по-моему все следующая раскраска очень известная шерстяные комочки здесь у меня несколько работ вот эта иллюстрация была самая первая дальше мышата в тюльпанах вот эта собачка очень бледно она показывает на камеру тут незаконченная следующая следующая вот эта опять же камера показывает бледнее чем есть на самом деле такая птичка вот такая иллюстрация на хэллоуин лисички эти две иллюстрации у меня в процессе будут в итоговом видео за ноябрь и по-моему все и по-моему все следующие раскраски которые я вам покажу от лулу майо у меня их всего три в коллекции миллион русалок появилась самая первая еще в прошлом году тут очень простые иллюстрации это незавершенная вот это тоже видите как все по-детски здесь раскрашено мне кажется это одна из первых была работ в этой раскраске вот такая тоже простенькая незаконченный разворот и вот такие две иллюстрации тоже раскрашивала давно в прошлом году еще вот такая есть иллюстрация где я решила не делать фон но сейчас вижу что фона все-таки не хватает здесь здесь я только начала разворот но тут уже что-то получше тут иллюстрация с ракушками сумасшедших оттенков тут уже оттенки поспокойнее и все вот такая тоже простенькая и все вот такая тоже простенькая и все и все незавершенная иллюстрация котики такая иллюстрация с куалами опять же почему-то очень бледно смотрится в реальности она темнее весенняя иллюстрация с айцами такие радужные курочка с петухом тут я осознанно не делаю никакой фон мне показалось что так лучше опять начатая иллюстрация мышка с букетом тоже все очень просто вот эта иллюстрация завершенная соседней еще нет эту иллюстрацию я раскрашивал еще в том году и третья раскрасочка тлова мая миллион магических существ здесь у меня совсем немного работ простенькая с дракончиками относительно недавний разворот на хэллоуин было совместное раскрашивание с наташей с канала сон ведьмочка тоже незавершенная и все дальше я хочу вам показать одиночные раскраски небольшого формата вот такая есть у меня малышка это подарок раскрасочка называется horse dreams это немецкая раскраска в комплекте у нее наклейки раскрасочка детская давайте покажу как она устроена здесь идут сначала два референса цветных и затем идет аж четыре иллюстрации одинаковые смотрите раз видимо это для того чтобы можно было повторить допустим эту иллюстрацию эту и еще остались иллюстрации чтобы вы раскрасили по своему вкусу ну так скажем запасам хотя раскрасочка детская но вот сами референсы они совсем не детские я не представляю как может ребенок младшего например школьного возраста такое может раскрасить повторить то я думаю такую будет сложновато следующая раскраска называется портрет русалки от художницы сары бурья эта раскраска у меня еще не начата у меня на канале есть обзор на эту раскраску если вам интересно можете пройти посмотреть следующая раскраска называется за мной твэйл от и не ставят потрясающая художница мне очень нравятся ее работы в этой раскраске у меня только одна иллюстрация вот этот дракон дальше раскраска крылатая красавица здесь у меня только одна иллюстрация вот такая фея следующая раскраска от екатерины бахаревой аниме персонажа я ее заказывала на amazon и эта раскраска у меня не начата обзор на эту раскраску у меня тоже есть на канале еще одна небольшая раскрасочка с русалками у чарди грейс она тоже у меня чистая и на нее я также делала обзор следующая раскраска звездная ночь это первая книга здесь у меня одна иллюстрация я совсем недавно вы могли видеть у меня на канале и вторая раскраска звездная ночь здесь у меня еще нет ни одной иллюстрации следующая раскраска от художницы с финляндией а не вал квест заказывала я ее на эти но у меня также еще не начата здесь просто сборник различных иллюстрации на разную совершенно тематику обзор на эту раскраску у меня также есть на канале дальше покажу раскрасочку уже чуть большего формата называется она природа автор диана дефо эта раскраска у меня чистая следующая раскраска довольно давно у меня появилась называется она in the forest color and frame здесь несколько работ у меня по моему готовых есть но они очень простые вот грибочки помню что очень давно это раскрашивала по моему все следующая раскраска называется природа от художницы иллюсея пара с такими замечательными детскими иллюстрациями обзор на эту раскраску есть у меня на канале дальше я вам покажу мою стопку раскрасок от моргана у брайн со спичечным мышонком эту раскраску вы совсем недавно видели у меня на канале спецвыпуск хэллоуида тыквенная вечеринка раскраску я еще не начала следующий мышонок цветочный тут у меня темные цветы получились это недавняя работа с яблоками а эту иллюстрацию по моему я весной раскрашивала и это по моему все далее спрингтайм здесь я помню пыталась сообразить цветение вишни вот такая пасхальная иллюстрация эту иллюстрацию по моему раскрашивала летом или в сентябре не помню здесь тоже все дальше раскрасочка летняя мышонок на речке это у меня вип мышонок с друзьями на пляже дальше вот такая иллюстрация поливает всходы тут идет посадка это тоже очень милая иллюстрация получилась летний дождь здесь он отдыхает в палатке опять начатая иллюстрация опять начатая иллюстрация на рыбалке на рыбалке все дальше осенненная раскраска иллюстрация здесь у меня две иллюстрации вот это с дождиком и вот это с деревьями и котом и последняя раскраска рождественская она у меня чистая ее я еще не начинала вот планирую в ближайшее время начать следующее что я вам покажу это будет комиксы про кота Саймона на данный момент у меня пять комиксов которые можно раскрашивать и поэтому они находятся в коллекции моих раскрасок начну я с комикса It's a dogs life здесь у меня есть несколько готовых работ вот такая яркая следующая следующая с воздушными шарами иллюстрация эту иллюстрацию мы брали с Наташей с канал Сол на совместное раскрашивание еще вот такая здесь все следующий комикс называется In Kitten House следующий комикс называется In Kitten House здесь у меня одна иллюстрация от rationales в описании следующий комикс называется за забором следующий комикс называется за забором здесь такая иллюстрация рыбалка рыбалка на мышку Иллюстрация с дождем Следующий комикс называется Кот Саймона в его собственной книге Этот комикс у меня еще не начат И последний пятый комикс, который мне пришел совсем недавно Я отдельно сделаю на него обзор Поподробнее расскажу Как вы понимаете, этот комикс я тоже еще не начинала Субтитры создавал DimaTorzok